К нашему великому сожалению, несколько часов назад певица Юлия Началова покинула нас в возрасте 38 лет после недели мучений и борьбы с целой кучей страшных заболеваний. Началось все в Риме, где Юлия отдыхала за несколько дней до срочной госпитализации. Как же так получилось, что с виду жизнерадостная и молодая девушка буквально за 6 дней проиграла страшной болезни? Итак, все по порядку. Первые печальные новости к нам поступили 11 марта, когда неожиданно для всех Юлию Началову экстренно госпитализировали. В этот день певица попала в реанимацию в связи с резким повышением уровня сахара в крови, а также резкого повышения давления. Около 7 лет назад звезде поставили диагноз подагра. Если быть точными, в случае Юлии это была мигрирующая подагра. Заболевание может охватывать не только руки, плечи, колени, но даже мелкие суставы. Менеджеры певицы поначалу отрицали сам факт ее нахождения в клинике и утверждали, что Юлия на самом деле находится в Риме. Первые данные о состоянии Юлии, которые поступили от ее представителя Анны Исаевой, гласили об обычном медицинском обследовании и о том, что никакой опасности для жизни Началовой нет. Но долго скрывать тяжелое состояние певицы стало невозможно. Утром 12 марта врачи были вынуждены ввести Началову в искусственную кому и подключить к аппарату искусственного дыхания, так как самостоятельно дышать певица уже не могла. Рядом с ней в это время находились ее родители. Но понятно, комментировать состояние дочери они не хотели. Конечно, надеялись на лучшее, как и мы с вами. В это время 12-летняя дочь Юлии, Вера, находилась далеко от дома, на гастролях. О состоянии мамы ей, впрочем, сразу сообщили. 13 марта. По разным данным, у Юлии началась острая почечная недостаточность. Диабет и подагра – серьезные враги здоровья, из-за которых нередко отказывают внутренние органы. Врачи боролись за жизнь певицы, как могли. Им удалось значительно понизить уровень сахара в крови. Потом сообщили о том, что общее состояние Началовой стало улучшаться. Появилась надежда. К сожалению, уже вечером 14 марта ситуация вновь осложнилась. Поступила информация о том, что медики фиксируют отек легких, который осложняется новым диагнозом – двухсторонней пневмонией. 15 марта. Состояние у певицы тяжелое. Отек легких, двухсторонняя пневмония и возможный отек мозга. СМИ сообщили, что у певицы появилась и сердечно-сосудистая недостаточность. Консилиумы врачей пришлось пересматривать лечение артистки. 16 марта утром. Врачи провели экстренную операцию на ноге певицы Юлии Началовой, которая уже находилась в коме в стабильно тяжелом состоянии. После вмешательства у певицы, по данным источников, открылось кровотечение, с которым медики вели борьбу довольно долго. Вероятно, это могло еще сильнее ослабить певицу. 16 марта. Вечер. До последней минуты ее жизни рядом с Юлей находились ее родители. Юлия не хотела сдаваться. Она очень много работала, строила планы на будущее. Возможно, переутомление в какой-то степени и спровоцировало осложнение ее заболевания. Сегодня, 16 марта, Юлии Началовой была проведена ампутация ноги. После чего она скончалась от острой сердечной недостаточности, наступившая в результате отеков легких и мозга. Ей было всего 38 лет. Канал шоу-биз скорбит вместе с семьей Юлии. Пусть земля ей будет пухом. Сtreмская таблетка на мёшке. Сtreмская таблетка на мёшке. Устということで padding어를 замешиваете. Бхатья пухом. Продолжение следует want. Последopus 3 kanеку.